Добрый вечер. В эфире программа «Диалог». В студии для вас работает Евгений Поболовец. Какой должна быть наша система образования в сфере медицины и насколько профессиональны наши врачи? Как научный потенциал Гомельского медицинского университета реализуется на практике? На эти и другие вопросы сегодня отвечает и ректор Гомельского государственного медицинского университета Анатолий Николаевич Лызиков. Лызиков Анатолий Николаевич родился в 1952 году в Витебске, врач-хирург, доктор медицинских наук, профессор. Работал в Витебском государственном медицинском университете, в Витебской областной клинической больнице. С 2000 года работает в Гомельском государственном медицинском университете, в 2007 году назначен ректором. Главный редактор журнала «Проблемы здоровья и экологии», член редакционного совета журнала «Новости хирургии» и «Медицинские новости», специализированного совета по присуждению ученых степеней, эксперт ВАК Республики Беларусь, председатель Белорусской ассоциации парентерального и энтерального питания, академик Российской академии естественных наук, член правления Белорусской ассоциации хирургов, член правления Гомельского филиала Президиума Национальной академии наук, член Европейской ассоциации хирургов, награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР» и «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», юбилейной медалью 90 лет Вооруженных сил Республики Беларусь, орденом доблести Российской Академии естественных наук, медалью за заслуги в сфере образования Российская Федерация, автор более 400 статей, 6 монографий и 6 изобретений в сфере хирургии. На вопросы, которые касаются направлений работы Анатолия Лызикова, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Анатолий Николаевич, добрый вечер. Добрый. Первый вопрос. Вы долго работали в системе образования, были при этом действующим хирургом, да? И вот насколько ваш опыт, говорит, наша система медицинского образования, насколько она современна, насколько она отвечает требованиям нынешнего времени и насколько профессиональны наши выпускники медицинских вузов? Система образования, медицинского образования, она сложилась уже на протяжении длительного времени. Вообще традиционно она считается, мы ее все считаем, что мы систему эту приобрели в Советском Союзе. Она своевременная, она современная, она востребована. Об этом свидетельствует то, что выпускники, которые получают образование у нас в стране или на постсоветском пространстве, они востребованы, востребованы во всех странах мира и в какой-то коррекции практически они не нуждаются. Последнее время вот в нашей средней школе, например, часто с периодичностью какой-то происходит реформа, что-то меняется, что-то добавляется, какие-то дисциплины убирает, какие-то, наоборот, новые появляются в сфере медицины. Насколько необходимы такие, может быть, резкие преобразования или надо двигаться несколько эволюционно? Ну, у нас тоже идут же такие же процессы реформирования и попытки реформирования этого образования. В частности, сокращение теоретического блока, сокращение тех предметов социально-гуманитарных дисциплин, которые это и теоретически идут попытки сокращения часов по таким предметам, как химия, физика. Считается, что такое направление, что не надо современному врачу эти дисциплины, что все это заложено уже в школьной программе и не требует. Но это спорно. Оно, в общем-то, на каких-то совещаниях, а у нас существует учебно-методическое объединение республиканское, где все мы собираемся и обсуждаем эти проблемы. Если необходима какая-то коррекция этого, то мы ее делаем, а если нет, то мы отстаиваем свои позиции прежние. Потому что без этого вообще личность человека очень гармоничная должна быть. И не только мы готовим, что ли, с точки зрения слесаря в медицине, мы готовим высокообразованного человека, чтобы за современного врача и стыдно не было. А это было не стыдно ни раньше, я надеюсь, что и в будущем будет. Но вы сказали, что вы сами для себя эту систему образования называете советской, да? Да. Уже прошло столько лет, может быть, есть необходимость внедрять какие-то дисциплины уже более современные. Конечно. Так это и происходит, в общем-то, с внедрением техники. Ведь внедрение таких технических, что ли, дисциплин, которые раньше еще у нас не были, это ультразвуковая рентгеновская диагностика, новые способы лечения с применением техники, как малоинвазивные методы в хирургии. Это мне ближе. Конечно, они дают толчок к тому, что мы должны изучать и другие дисциплины, и мы это делаем. Потому что современный в разе того, чтобы быть рыночно востребованным, он должен владеть, смотреть и быть конъюнктурным человеком. Анатолий Николаевич, а в вашей преподавательской деятельности насколько вам помогает практический опыт? И как вы считаете, современный преподаватель, он должен обладать практическим опытом или может быть чистым теоретиком? Нет, тут однозначно можно ответить теми словами, которые я уже когда-то услышал, и я их всегда повторяю, что я учу, потому что лечу, и лечу, потому что учу. Человек в медицине научить теоретически просто невозможно. Только практик может донести до своего ученика то, через что он прошел сам, что он владеет. Тут чисто теоретически быть врачом-теоретиком, к сожалению, а может и к радости, невозможно просто быть. На национальном собрании президент заострял внимание на таком вопросе, как подготовленность выпускников вузов к практической деятельности. То есть, выпускники должны приходить уже обладая каким-то практическим опытом. А вот в вашем медицинском университете как выстроена эта работа? Потому что я знаю, что она уже не первый год проводится у вас. Ну, согласно стандарту образовательного в медицинском вузе, это как в нашем, так и во всем из четырех вузов нашей страны и в постсоветском пространстве, процесс ввода, что ли, в медицину начинается очень рано, со второго курса. В принципе, мы же все время студенты, все время в белых халатах. И начинается все это у постели больного. И кафедры наши, большинство, вот у нас их 36, больше половины находятся на базах, на клинических базах, где вся наша теоретическая и практическая часть проходит непосредственно у постели больного. Но мы же не стоим на месте. Помимо того, что уже было заложено еще раньше, сейчас новые методы образования, такие как дистанционное образование, которого, в общем-то, раньше еще и не было, но сейчас очень широко мы применяем. И целая волна, целый всплеск, который идет, это очень важно, и тут надо сказать спасибо и нашему министерству, и здравоохранению, и образованию, это развитие симуляционных центров практической подготовки. Если еще совсем недавно мы изучали, могли только у постели больного какие-то навыки получать и давать для студентов, то теперь мы, открывши новую лабораторию себя, чем мы, в общем-то, и гордимся, мы имеем возможность подготавливать не только будущих врачей, но и настоящих, оттачивать свое мастерство. Ведь есть те какие-то моменты, которые ты должен знать, но когда ты учился, у тебя не было возможности это получить. А сейчас, вот благодаря этим дорогостоящим, хорошим приборам, я просто в восхищении от этого, мы, в общем-то, готовим практически подготовленных людей, которые будут надежно стоять на защите здоровья нашего населения и вообще в целом здравоохранения. Ну вот вы сказали сейчас про современные технологии, которые в вашем университете используются, внедряются. Вот за последние годы, как быстро или, скажем так, насколько масштабно происходило техническое переоснащение того оборудования, которое есть сейчас в университете? Ну, мы, в общем-то, мы учим студентов и будущих врачей, мы готовим на том оборудовании, то есть у нас нет необходимости. И мы показываем то оборудование, которое используется в лечебном процессе. А как диагностическая, диагностическая возможность медицины ушло очень вперед и такими семимильными шагами, что даже не успеваешь иногда все, чтобы быть современным и подготовленным. Что и касается и новых методов лечения. Ведь еще совсем недавно такое понятие, как операции на открытом сердце, это было что-то сверх запредельно фантастичное, сейчас это обычное. Это операции, реконструктивные операции на сосудах достаточно широко внедряются. Это малоинвазивные методы лечения. Ведь совсем недавно это еще была операция на органах брюшной полости, на малом тазу. Это были очень травматичные и инвалидизирующие операции. То сейчас получается на первый, на второй день или хирургия одного дня внедрена, а благодаря лапароскопиям. Ведь этот метод совсем еще конца 20 века. Мы имеем такую же возможность и в нашем университете, чтобы идти в ногу со временем, вообще с развитием здравоохранения в целом. Спасибо. Наши корреспонденты побывали в Гомельском государственном медицинском университете и узнали, как организована система образования, какая научная работа проводится и как здесь готовятся к вступительной кампании. Смотрим сюжет. В Гомельском медицинском университете сейчас в самом разгаре прием документов от абитуриентов. На бюджетное отделение он заканчивается уже в четверг, а на платное продлится до 1 августа. Многие абитуриенты с невысокими вступительными баллами традиционно отслеживают обстановку сразу в нескольких вузах и ждут до последнего. Поэтому 14 июля для приемной комиссии будет традиционно жарким днем. Но уже сейчас, судя по активности потенциальных студентов, можно ожидать более высокого конкурса, чем в прошлом году. Ожидаем, что в этом году и конкурс будет выше, и проходные баллы будут выше в сравнении с прошлым годом. Ну и традиционно, в принципе, не на что жаловаться в этом плане, потому что всегда профессия врача, она очень востребованная. Как показывают в последние годы, популярность ее среди абитуриентов, она только возрастает с каждым годом. Профессия врача была и остается уважаемой и востребованной. Но заработать право носить гордое звание доктор непросто. Чтобы получить диплом специалиста, вчерашним школьникам предстоят 6 лет напряженной учебы. У медиков традиционно сложная программа и высокие требования к подготовке. Поэтому многие желающие просто не доносят документы до приемной комиссии, выбирая специальности попроще. Приходят самые лучшие. При выборе профессии многие абитуриенты сейчас руководствуются и материальной заинтересованностью. Рынок платных медицинских услуг в нашей стране активно развивается. Открываются частные медицинские центры и кабинеты. И если раньше врачи были исключительно бюджетниками, то сегодня это ремесло становится еще и прибыльным. Хотя романтизм и благородство профессии для абитуриента все же остаются главными определяющими факторами при выборе специальности. Врач – это сам по себе очень ответственный человек. И я считаю, это самая нужная профессия, потому что мы помогаем людям. Мы бороться с какими-то проблемами, болезнями. И поднимаем людей на ноги, можно сказать. Сегодня на подготовку медиков в нашей стране взглянули с другой стороны. Меняется сам подход к образовательному процессу. Главная задача – усилить практическую подготовку студентов. С этой целью в Гомельском медуниверситете в этом году открыли отдельный симуляционный центр. Здесь на специальном оборудовании можно учиться делать, например, хирургические и реанимационные манипуляции. Результат, как и в жизни, виден сразу. Анализируя все проведенные человеком действия, компьютер решает, справился тут с задачей или нет. Центр открылся в мае этого года, а студенты здесь начнут заниматься уже в сентябре. Теперь без сдачи практической части диплом врача получить будет невозможно. В течение года сам центр при поддержке Минздрава будет развиваться. Здесь планируют обзавестись еще более сложным оборудованием. Это возможность отработать практические навыки кардиореспираторной реанимации, лапароскопических исследований, реанимации новорожденных, простых практических навыков венопункции, внутримышечных инъекций, интубации, катетеризации и так далее. Это то, что очень часто страдало в учебном процессе. То есть наши студенты обладали прекрасными теоретическими знаниями, но на практике иногда каких-то вещей, может быть, не дорабатывали. И в результате этого наш выпускник приобретал эти практические навыки в ходе интернатуры, либо в ходе первых нескольких лет своей практической деятельности. Не менее важная задача для Гомельского медуниверситета сегодня – двигать вперед науку. Здесь проводят сложные исследования в области онкологии, молекулярной генетики, акушерства и гинекологии. Поддерживать работу на уровне позволяет современное оборудование, которое постоянно обновляется. Проектов достаточно много. Часть проектов идет под эгидой Минздрава. Это программа медицины и фармации. Также проекты выполнялись с финансированием. Источник финансирования был Гомельский обл. сполком. Проекты были направлены на мониторинг и скрининг рак шейки матки с помощью вируса папиллома человека. Это мы выполняли проекты на базе Гомеля и Добружского района. За пять лет количество высокотехнологичных операций в Гомельской области выросло в 4,5 раза. Сложные хирургические вмешательства выполняются не только в областном центре, но и в крупных районах. Здравоохранение региона на уровне республики получило высокую оценку. И это тоже показатель работы Гомельского медицинского университета. По статистике, 78% медиков, которые работают сегодня в Гомельской области, окончили именно местный вуз. Высокий уровень подготовки позволяет им и в дальнейшем совершенствоваться в профессии. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях ректор Гомельского государственного медицинского университета Анатолий Лызиков. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Приятно очень видеть вашего гостя в студии. Меня зовут Елена. Хочу задать такой вопрос. Сразу скажу, что по своему образованию я имею отношение к физике. И вот на мой взгляд, человеческий организм – это вообще сложнейшая физическая система. Ну, офтальмология, оптика, ортопедия – это механика чистейшая. К тому же и электричество, как мы знаем, в организме задействовано. И давление. Сердце – это насос. Скажите, пожалуйста, почему до сих пор студенты, абитуриенты, вернее, которые поступают в медицинские вузы, не сдают экзамен по физике? Мне кажется, доктор должен в физике быть асом. И второй вопрос, как бы в дополнение. На достойном ли уровне преподается физика в вашем вузе? Спасибо большое за вопросы. Ну, и мне тоже очень приятно слышать от коллеги такое отношение в физике и в медицине. Я полностью поддерживаю это. Но мы же не вступительных экзаменов у нас нет, а есть централизованное тестирование. И один из предметов, который для того, чтобы учиться в медицинском университете – это является физика. Что говорить о преподавании физики у нас в университете? Я знаю, существуют определенные нападки о сокращении часов. Но мне тоже хотелось бы выступить за своих физиков, за кафедральных. Мало кто может, в общем-то, похвастаться или гордиться тем, что у нас на кафедре в университете работают три доктора физико-математических или физико-биологических наук. То есть это говорит о том, что уровень достаточно высокий и профессиональный. Практически все сотрудники, которые работают на этой кафедре, имеют степень кандидата или доктора наук. И даже в этом году, совсем недавно, в июне месяце у нас состоялась в Академии наук защита докторской диссертации нашего сотрудника Стародубцевой. Чем мы ее поздравляем? Работа у нее была оценена в пять баллов и выдвигается на лучшую работу по медицинской физике. Поэтому я полностью солидарен с вами, что законы есть, и физические законы есть в организме. Поэтому это очень нужный предмет, и сокращать эту дисциплину, считая нецелесообразным. Анатолий Николаевич, ну, коли уже затронули эту тему, вот на ваш взгляд, человек, который хочет поступить в любой медицинский вуз, а какие предметы школьные он должен знать на десятку, да, и какие предметы, может быть, являются не столь значимыми? Ну, я ответил на этот вопрос так. Если ты хочешь получить высшее образование, если ты хочешь гармонично развитой личностью, то ограничивать себя какими-то определенными дисциплинами считаю неправильным. Вот хотя у нас требуется три. Это язык при поступлении белорусский или русский при усмотрении, биология и химия. Вот. А литература почему не надо, а математика почему не надо? Ну, я знаю, что сейчас при подготовке, при подготовке в высшее учебное заведение делятся родители, по крайней мере, на те категории, которые готовят гуманитарии или техноареи так называемых. Вот. Мы, наверное, все-таки общество, наверное, теряет от этого, что мы не готовим такого гармонично развитого личности. Вот готовимся именно только к этому предмету, чтобы получить только десятку по нужной дисциплине. Остальное нецелесообразно. Но это ведь, насколько я понимаю, скорее какой-то американский подход. Это же оттуда, наверное, пошло, что специалист узкопрофильный, да, он должен там знать, условно говоря, там, три направления своей работы. Но он должен их знать на зубов. А у нас вроде как готовят специалистов сразу там 10-15 направлений, такой широкий охват. Готовим специалистов широкого профиля. Вот на ваш взгляд, какой подход из них более правильный? Западный, наш, советский, нынешний белорусский. То есть, вот, ваше мнение. Ну, тут мое мнение, наверное, мало кого-то сейчас будет интересовать. Что касается подготовки медицины в Соединенных Штатах Америки, то у них идет первое направление. Они готовят вначале гармонично развитую личность, а потом уже готовят систему специальной подготовки. То есть, для того, чтобы стать, если мы, хирурги, достаточно обучаться только год интернатуры, после окончания ты получаешь сертификат хирурга, то американские граждане, для того, чтобы получить искомую профессию, должен пройти длительный путь. Это пять лет стажировки, так называемой интернатуры, и три года для того, чтобы еще какой-то узкой специализации. Вот. У нас подход несколько другой. Мы же готовим вот эту личность, так называемую, а потом жизнь нас уже, в общем-то, оттачивает наше мастерство. Какое из этого более правильное, я даже не готов вам ответить на этот вопрос. Мы придерживаемся, белорусская школа или постсоветская школа придерживается такого направления, которое существует сейчас. То есть, вы считаете, что это правильно? Нет, это неправильно, но мы поддерживаем это. Конечно, одной интернатуры или стажировки, так называемой, недостаточно. Получается, его шлифует дальнейшая жизнь. Но, опять же, вернемся к истории развития нашего образования медицинского. Ведь вся страна, весь Советский Союз готовился тогда к военным действиям. То есть, вся наша подготовка врачей шла для того, чтобы как оказывать помощь в экстремальной ситуации. Поэтому, как короткий промежуток времени, чтобы были люди, которые готовы и способны оказать эту помощь. То есть, грубо говоря, на поле боя, да? Ну, так. Поэтому у нас существует, если вы обратили внимание, подготовка специалиста для начального звена. Это сельские врачебные лаборатории. Потом идут районное звено, так называемое. Потом городской, областной, республиканский уровень. Поэтапная форма оказания помощи. Ну, вот вы затронули тему того, что студент и выпускник должен гармонично быть развитой личностью, да? Испокон веков врач был самым уважаемым человеком в обществе. Но вот последнее время, не знаю, с чем это связано, но последнее время довольно много было нареканий в адрес врачей. Там где-то не так отнеслись к пациенту, где-то не совсем, грубо где-то, да, там общались с каким-то пациентом. Вот, и я уверен, что вы с этим тоже сталкивались, или, по крайней мере, слышали про это, да? Вы в своей подготовке студентов уделяете вот этому направлению особое внимание. То есть вы формируете в своих студентах понимание того, что они должны быть любезны, они должны улыбаться, они должны как-то вот к пациентам располагать и к пациенту, и пациента располагать к врачу. Да, это очень такой вопрос, очень важный, который вы затронули. Потому что сейчас время такое, движение, ритм жизни совсем другой. И конфликтные ситуации возникают сплошь и рядом. Вот, одним из участниками является это пациент и врач, который очень часто, ведь уже в других странах существует и система адвокатов, которые уже спасают и врачей от, ну, называется, от претензий пациентов. Поэтому у нас уделяется очень много этому вопросу. Мало того, что сами непосредственно мы во время подготовки, есть у нас эти вопросы, которые, может быть, не в недостаточном уровне, но они не существуют. Рядом идет с нами и православная церковь, которая тоже учит нашему, и у нас идут совместные проекты с православной церковью, которые тоже эти же вопросы, как общаться друг с другом, как помогать друг другу. Ведь то время, которое уделяется врачу при визите к больному, оно движется в минутах, и надо за минуты успеть и пообщаться, поставить диагноз и оказать правильное лечение. Это очень короткий промежуток времени, не каждый способен этим воспользоваться правильно. Вот, это такой очень важный вопрос, безусловно, над ним надо работать, и те претензии, которые мы получаем, свой адрес, безусловно, они имеют место, и надо их как-то искать, эти все формы, чтобы их не было. Ну, тут, с одной стороны, можно понять врачей, да, для них, по сути, это рутина, рабочая рутина, да. То есть люди приходят, один, второй, третий, пятый, десятый, на какой-то момент уже врач немножко устает от этого, наверное, психологически, да, плюс какие-то проблемы в семье, там, проблемы, может быть, где-то с детьми, там, еще что-то, это все тоже накладывается на их работу. А какой есть такой рецепт, вот, для таких, вообще для всех врачей, чтобы как-то, ну, уходить от этих мыслей, то есть как-то вот концентрироваться на своей профессиональной работе, и так, чтобы пациент, приходящий к нему в кабинет, не страдал от такого вот состояния врача? Ну, вообще было бы идеально, чтобы мы вот так вот не выгорали на работе, так называемой, это было бы отсутствие того большого напряжения, которое испытывает врач в своей работе, ведь это связано еще и не столько с его устойчивой и неустойчивой его психикой, а как он занят на работе, ведь если бы он все работали, извините, на ставку, наверное, было бы ему и проще восстанавливаться после этого всего, после той, ведь общение с людьми, вообще работа с людьми, это колоссальная нагрузка, которая ведь не чисто профессионально, а вообще с точки зрения общения. Вот над этим надо работать. Это очень такая тема излободневная, потому что общество, для того, чтобы оно шло вперед и шло правильно, оно должно быть, ну, уважительно друг к другу быть. А вот накаленность, так называемая, напряженность, которая в общении, она, безусловно, к хорошему не приводит. Анатолий Николаевич, наши корреспонденты вышли на улицы города и задали простой вопрос гомельчанам. Как вы оцениваете уровень подготовки и профессионализма наших врачей? Давайте посмотрим опрос. Если честно, достаточно хорошо оцениваю, и я считаю, у нас хороший уровень образования в этой сфере. Ну, если сами, как я понимаю, молодые специалисты осознанно просто подходят к этому, то уровень будет достаточно высокий. У меня есть знакомые в медунивере, и я часто наслышу на них об их одногруппниках. Поэтому впечатление остается более отрицательным. Молодые врачи очень разные. Есть такие специалисты, которым хочется ходить, и ходила, и буду ходить. А есть такие специалисты, которые знают меньше меня. Я очень довольна своим врачом. У нас сейчас на участке молодая, но очень опытная. Просто ей за все благодарна. Современная медицина построена на том, что чем больше больных, тем больше фармацевтика будет получать денег. Что я могу сказать по поводу молодых врачей? Если они воспитываются в этой системе, то ничего хорошего не будет. Мне нравится молодежь. Я очень хорошо к ней отношусь. Они все любознательные. Ну, а опыт придет со временем. Я часто болею, и вот оказываюсь у врачей, то проще обращаться к специалистам уже, которые, ну, у них стаж там по 40 лет, по 45, а те, которые молодые, единицы. Я, например, отдаю предпочтение молодому персоналу. Потому что, вы знаете, если он действительно получил заслуженный диплом, то, естественно, он его отрабатывает в честь и доблестью. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях ректор Государственного Гомельского медицинского университета Анатолий Лызиков. Анатолий Николаевич, ну вот мы послушали мнение гомельчан, да? Я тут для себя пометил некоторые ответы, потому что были интересные. «Некоторые врачи знают меньше меня». Вот прозвучала такая фраза. По вашему опыту, хорошим врачом становится какой студент? Успешный, там, неуспешный? Тот, который все зубрит, там, знает наизусть? Или вот какой он студент, который становится хорошим врачом? Человечный, так называемый, специалист, он быстрее становится. Если у него поставлена определенная конкретная цель, такая, которая не связана, наверное, вот с нашей гуманной профессией, вот может он добиться-то и успеха достаточно, ему удастся это скоро и быстро. Но врачом он может и не стать и никогда. Потому что, во-первых, тут ты, не каждый может. Вот когда становишься студентом, кажется, вот сейчас я выучусь и буду врачом. Ну, хоть ты учись на одни десятки, чтобы у тебя будет все великолепно. Но к тебе пациенты не пойдут. К тебе, как к профессионалу, отношение будет совершенно плохое. Я вот как хирург знаю достаточно большую категорию людей из хирургического цеха, который так старается, что у него, кажется, все должно быть хорошо. А у него рука, мягко выражаясь, нелегкая. Ему Бог, наверное, не дал того, чтобы он лечил людей. Это не каждый может. И никаким образованием ты этот пробел, если у тебя он есть, его не ликвидируешь. Поэтому отвечать на этот вопрос односложно, скорее всего, наверное, не получится. Я вот часто слышал от знакомых, от своих родственников, такие вот выражения, что надо поступать в медицинский, потому что профессия врача сейчас высокооплачиваемая. Там донтиста, например, зубновая техника. Надо обязательно идти в медицину, будешь хорошо зарабатывать. И все. То есть как бы все остальное не учитывается. Вот вы с этим как часто сталкивались, во-первых, и во-вторых, вы как ректор эту тенденцию вообще видите, изучаете. То есть сходит на нет вот этот меркантильный интерес? Или все-таки на первый план выходит призвание быть врачом? Ну, если посмотреть в листочек, который выписывает при получении в бухгалтерии у начинающего врача, то это вызывает, конечно, слезы, потому что это не просто мало, а очень мало получает. И однозначно могу сказать, что в основном это идут по призванию, потому что профессия врача – это не профессия зарабатывания денег. Есть достаточно много в обществе профессий, которые приносят быстрые деньги или за счет каких-то мероприятий, или за счет каких-то операций. То есть здравоохранение, медицина у нас, по крайней мере, она не является средством обогащения. Вот, к сожалению, в особенно начальном этапе ты не имеешь тех денег, на которые должна рассчитывать семья. Но вы, давайте немножко тогда о цифрах поговорим. По последним вступительным кампаниям, ваш медицинский вуз, вы видите тенденцию и динамику к увеличению числа поступающих или к уменьшению? Нет, безусловно, идет очень интерес к этой профессии, к нашей. Несмотря на то, что, вот если сравнивать цифры приема прошлого года, это идет к уменьшению, то есть у нас заказ идет более-менше. Но наша отрасль, она чем хороша? Что у нас идет гарантированное, если ты уже поступил и закончил вуз, тебе уже гарантированная заработная плата. Ты знаешь, что тебя всегда ждет рабочее место, тебя ждет зарплата, тебе дают какие-то социальные гарантии твоей работы. Это сейчас очень важно в это время. Во-вторых, профессия врача и уровень современного врача в нашей республике, в нашем городе, в нашем университете указывает на том, что он конкурентно способен. Учитывая, что сейчас идут такие веяния, когда молодежь пытается проявить себя где-то в другом месте, в другой стране, и они достаточно много и быстро, отъезжая, подтверждают свой диплом. И количество иностранных специалистов, которые обучают у нас, они говорят о том, что уровень образования в нашем вузе соответствует мировому уровню, и поэтому у нас очень большое количество желающих обучаться в нашем вузе. А количество иностранцев растет? Да, безусловно, растет. Мало того, у них конкурс идет для того, чтобы учиться у нас. И очень приятно было во многих странах увидеть аббревиатуру нашего вуза среди тех, где дается хорошее образование, потому что в таких ведущих странах, как Индия, наши выпускники подтверждают, многие подтверждают, и процент очень высокого с первого раза подтверждает свой диплом. То есть диплом выпускника Гомельского государственного медицинского университета. Спасибо, Анатолий Николаевич, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос к ректору. Вот ректор сказал, что, конечно, дети, которые учатся на 9-10, у них всегда впереди дорога, и они не всегда могут стать хорошими специалистами. Но вот при распределении на шестом курсе идет градация по баллам. Там анестезиологи, хирурги, гинекологи, терапевты. Есть дети, которые по баллам не проходят на этой специальности, хирург, анестезиолог. Но всю жизнь они мечтали быть именно хирургом, именно гинекологом. Как быть? Спасибо. Вы очень сложный вопрос для меня, потому что я полностью поддерживаю ваш вопрос, и вас в том числе. Но объективная оценка действий у нас остается только вот этот балл. Мы пытаемся как-то для того, чтобы при распределении в субординатуры, для тех, кто не знает, это шестой год обучения, мы пытаемся и включать и другие формы, ну, так сказать, пожелания наших студентов, чтобы приобрести эту профессию. В частности, есть определенное количество баллов. Это работа в кружке, это научные статьи по избранной специальности, которые он хочет. Это и дежурство, и работа в различных мероприятиях, связанные именно по этой профессии. Туда входит. И в большинстве своем, кто хочет быть или хирургом, или анестезиологом, он им становится. Но не всегда так получается, одного желания недостаточно. Для этого существует еще вся жизнь, которая впереди. Есть возможность приобрести эту профессию через стажировки, и многие так и этими пользуются. Не всем, к сожалению, и не всегда мы можем желаемое выдать за действительное. То есть давайте я для себя тогда немножко разъясню. Вот в вопросе я понял какую-то нотку некой обреченности. То есть вроде как по баллам человек не проходит, и дорога закрыта конкретно в эту специализацию врачебную. Да, потому что мы только-то... А вы говорите о том, что есть все-таки возможность через какое-то время, какими-то иными путями, все-таки прийти в эту специализацию врача, да? Ну еще раз повторяю, что есть первый вариант. Помимо баллов еще ходить в кружки, заниматься в кружки, писать научные работы, ходить на дежурство, которые ты приобретаешь, ту профессию, в которой ты ходишь, хотел бы. Потому что избирать какие-то другие объективность все-таки за счет балла происходит. Вот. И получается, если ты одному передашь предпочтение, а это конфликтная ситуация, тот, кто с меньшим баллом выбирает ту профессию, ну более конкурентную, что ли, назовем ее так, это вызывает очень большие неприятные моменты. Давайте тогда иначе зайдем. По логике преподавателя я понимаю, что высокая оценка, это значит, что у студента довольно высокий уровень знаний, так? А вот по вашему опыту и практическому, и преподавательскому опыту, насколько диплом, где высокий средний балл по дисциплинам, да, насколько часто эти выпускники становятся действительно хорошими врачами? И как часто происходит наоборот, когда выпускник имеет довольно низкие баллы, да, но он превращается со временем, спустя там 10-20 лет, он превращается в специалиста мирового уровня? Такие бывают случаи? Конечно, это сплошь и рядом, потому что, конечно, оценка, вот эта бальная система, она не является такой, ну, стопроцентно объективной, но, к сожалению... Ну, то есть это какая-то промежуточная просто стадия, да, оценки знаний? Ну, просто мы так и даем оценку, оценку знаний, оценку студенту. Но еще раз повторяю, и всегда, и знаю точно, что если кто желает, он обязательно станет тем профессионалом, ради которого он идет. Но когда человек чуть ли не требует, он говорит, у меня и бабушка, и дедушка были в той профессии, я хочу быть именно тем. Становись им, пожалуйста, есть возможность еще на всем жизненном пути стать тем, кем ты хочешь. Анатолий Николаевич, вот вопрос еще касаемый выпускников и распределения, да? У нас же есть обязательно распределение, два или три года, да, по-моему, надо отработать. И, как правило, вот я лично сталкивался с этим, как правило, молодых врачей отправляют в какие-то отдаленные районы, да? И вот туда молодой специалист едет с таким пониманием, то есть, ну ладно, я тут, так и быть, два года там отработаю, да, там отбуду вот эту повинность. А потом я все равно вернусь там в Гомель или там в Минск, в более крупный город. И получается, вот молодой специалист два года отработал, он уехал, новый молодой специалист приезжает, опять два года. То есть, какой-то конвейер, вот по вашему опыту, вообще, во-первых, большое ли количество таких выпускников остаются работать на местах? Или все-таки происходит вот эта бесконечная ротация молодых специалистов? И насколько важно, вот предыдущий наш вопрос, насколько важно молодым специалистам закрепиться вот на своем первом рабочем месте, действительно вырасти в сильного, мощного врача, много чего знающего и уже повидавшего, и уже потом строить свою карьеру в дальнейшем? Ну, я так и отвечу вам, исходя из вашего вопроса, что распределение-то у нас обязательно идет. И поэтому надо стараться побыстрее приобрести нужную профессию. А еще раз повторяю, что придет время, и ты станешь тем, кем ты хотел. Но для этого надо только время и упорный труд. Желание и терпение. Безусловно. Спасибо. На этом все. Вы смотрели программу «Диалог». В студии для вас работал Евгений Побловец. Берегите себя. Продолжение следует.